Девушки отдыхают 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 собой небольшое здание, обвешанное дешевыми гирляндами, которыми скорее прикрывали облупленные стены, чем украшали, и больше походило на сбегаловку, чем кафе. Разочарованно глядя на здание, я позвонил Семену уточнить название заведения. Возможно, я не туда подъехал. «Да, да, пристань», – подтвердил одноклассник. «Заходи скорее». А расстроенный, что не ошибся местом, я направился внутрь. Семен обнаружился за барной стойкой с кружкой пива в руках. Я его сразу узнал. Он почти не изменился. Долговязый, с рыбьими глазами и длинным носом, он напоминал себя из прошлого, только ставшим старше и без прыщей, вечно красующимся на его лице. Костюм, словно чужого плеча, выглядел неуместным в подобном заведении, как я и предполагал, оказавшийся дешевой пивнушкой. Семен сидел один, периодически прикладывался к кружке с пивом и закусывал орешками. «Привет, братан!» – я, наконец, взяв себя в руки, натянул улыбку и подошел к нему. Тот резко развернулся и чуть не свалился со стула, но удержался. «Привет, Игорь!» – радостно отозвался одноклассник и устаивался на меня пьяными глазами. «А где все?» – спросил я, оглядывая зал. «Мамы есть все!» – развел руками Семен и широко улыбнулся. «В смысле?» – не понял я. «Как это все?» «А вот так. Никто не пришел. У всех нашлись дела важнее», – весело декламировал пьяный одноклассник. Я растерянно уставился на него. «Неудивительно. Если бы я знал, что за место ты выбрал для встречи, я б тоже не перешел. Ты о чем думал?» – раздраженно спросил я, оглядывая присутствующих. Их лица не вызывали никакого доверия. «Я? Ни о чем я не думал. А что такого? Кафе как кафе?» – громко сказал Семен и снова улыбнулся. «Не нравится?» – он оставился на меня своими водянистыми глазами. «Да так себе местечко», – произнес я. «А все равно никто не пришел, чтобы критиковать меня». Махнул Семен и залпом выпил остатки пива из кружки. Громко выдохнув, закинул в рот очередной орешек. Потом его тело окочнулось, и он полетел со стула, и если бы я не поймал его, наверняка расквасил бы себе нос. «Мне нужно на воздух», – сказал одноклассник, дыша в лесу перегаром. Мой желудок после вчерашнего не вытерпел подобного напоминания, и я почувствовал тошноту. Перехватив парня за пояс, я повел его ко входу, ругая себя за то, что не развернулся и не уехал обратно, как только увидел, куда меня завез таксист. Потерянный вечер, ни красотки Маринки, которую я собирался увезти домой, ни даже ребят, которыми тусили в школе. Никакого веселья. Что за невезуха в последнее время? Я встряхнул Семена, тот дернулся, встал на ноги и, отпустив меня, самостоятельно направился к выходу. На крыльце стояла нетрезвая парочка и откровенно лапали друг друга. Увидев нас, они хихикая, исчезли за торцом здания. Я точно знал, чем они там дальше займутся. «Эх, сейчас поеду домой, покурю и позвоню Надьке. Пусть приезжает и утешает меня. Вон, сколько я разочарований перенес». Думал я, глядя вслед парочке. «Есть загурить?» – спросил Семен, вырывая меня из грез. Он уже явно чувствовал себя лучше. «Да вот», – протянул я ему пачку с последней сигаретой и собирался откланяться, как тот заговорил. «Помнишь школьные годы?» – спросил он с зажатой в зубах сигареты. «Ну да», – без энтузиазма отозвался я, протягивая ему зажигалку. Он прикурил и вернул ее. «Прогуляемся», – неожиданно предложил Семен. «Это не входило в мои планы. Мысленно я уже раздевал Надьку у себя в теплой и светлой квартире. Я оглянулся. «Где тут гулять?» – с насмешкой спросил я. Вокруг был мрак, едва рассеиваемый уличными фонарями. Земля была влажная после осеннего дождя. За неимением вокруг качественного асфальта запросто можно было испортить любимые кроссовки. «Пойдем, пожалуйста», – махнул Семен и, не дожидаясь ответа, уверенно двинулся в сторону заброшенных бараков. «Э, куда? Там же одни развалюхи!» – крикнул я ему. «Я тут знаю, все, не раз лазил», – пояснил Семен, уверенно шагая вперед. Пожав плечами, я поравнялся с ним, и мы зашагали по разбитому асфальту вглубь заброшенного райончика. «Хана кроссовкам», – печально подумал я. «Что ты забыл в этих развалюхах?» – спросил я, нарушая гнетущую тишину. «Кем ты работаешь?» – сменил тему не в попад Семен, пуская дым в ночное небо. Мы шли медленно, и я не успевал разглядеть брошенные двухэтажные деревянные дома, почерневшие от отсутствия ухода и непогоды. Они провожали нас с мертвыми пустыми глазами окнами. Полная луна на небе гармонично дополняла жуткий пейзаж этого вечера. «Да, везде понемногу», – протянул я. «Не хотелось говорить, что я безработный, перебивающийся случайными подработками, а деньги спускающий на покупку травки». «Ясно», – не унимался одноклассник. «А девушка есть?» «Уже нет. Расстались недавно. Меня все больше напрягали его вопросы». «А ты как? Где?» – спросил я, чтобы перевести разговор в другое русло. «На самом деле мне было неинтересно, чем он занимается. Я вообще хотел уйти, но не мог придумать как». «Я, знаешь, после школы лечился долго. У психотерапевта», – хихикнул парень, и мне впервые стало не по себе. «Вы тогда сломали мне психику конкретно. Я год собирал себя по кускам». «Ты это прости, мы не специально. Детьми же были», – неуверенно проговорил я и тайком принялся оглядываться. «На самом деле ни о чем я не жалел. Я вообще вспоминаю те года с улыбкой. Мы с ребятами творили, что хотели. Это было круто. Но Семену этого знать незачем. Мало ли, что у него в голове». «Я внимательно оглядел Семена, пытаясь оценить возможности его физического состояния. Я явно был сильнее. Но если парень стрельнутый в голову, от него можно ожидать чего угодно. Поэтому я был начеку». «Да понятно, все уже позади. Теперь-то все хорошо», – дружелюбно махнул рукой Семен, и я чуть не дернулся от него. «Да, нервишки шалят. Чертова похмелье». «Вот», – протянул он. «А со справкой от психиатра меня они везде брали на работу. Поэтому я работаю сторожем», – продолжал рассказ Семен, и мы неспеша подошли к перекрестку. Дальше фонари не работали, и дома утопали в сумерках. Мы остановились. «А еще в свободное время люблю пощекотать нервы», – продолжил он. «Хожу по разным заброшкам, фотографирую». Вновь пуская очередную струю дыма вверх, улыбнулся. «Ну, молодец», – покосился я на одноклассника. «Слушай, Семен, ты не обижайся, но раз встреча сорвалась, я пойду. У меня есть дела». «Ты травку куришь ведь?», – перебил меня, Семен. «Что? Откуда?», – удивился я, теряя до речи от такого поворота. «Да ладно, я тоже балуюсь. Игорь, так что не скрывай». Он по-свойски похлопал меня по плечу. «Это вообще не твое дело». Я уже откровенно разозлился, дальнейшее общение потеряло смысл. Развернувшись, я быстро зашагал обратно. «Я же не просто так спросил», – вдогонку кинул Семен. «Да пошел ты, урод», – отмахнулся я и прибавил скорости. «Я нашел закладку в одном из бараков», – опять крикнул он. «Ого, я знал про такие закладки, их делали барыги, чтобы товар дома не хранить. Найти такой тайник – нереальная удача». Я остановился. «Шутишь?» Семен уже нагнал меня, и тяжело дыша улыбался во все тридцать два кривых зуба. «Не, если не боишься темноты, то пойдем, поделюсь», – с энтузиазмом предложил он. «Что-то тут не так», – усмехнулся я. «Найди я такую заначку, не делился бы с кем-то еще. В чем подвох?» «Ты прав», – улыбнулся Семен. «Просто мне одному не справиться. Там дверь подперта куском бетона, который я один не сдвину». «Постой, так ты все это придумал? Не было никакой встречи?» – догадался я. «Ага», – растянулся в улыбке парень. «Хитро. Позвони ты мне и скажи про схрон, я бы послал тебя куда дальше», – проговорил я. «Хорошо, я помогу, но при условии. Делим все пополам». «Идет». Семен протянул мне свою узкую ладонь, и я с неприязнью пожал ее. «Пошли», – скомандовал одноклассник и уверенно свернул в темный переулок. В руках у него загорелся фонарик. Я обрадовался идти в полной темноте, было не очень комфортно. Мы двинулись на запад. Пройдя мимо пары полуразрушенных зданий, подошли к третьему. Оно по сравнению с другими выглядело лучше, по крайней мере, имело целый вид, и в паре окон даже сохранилось стекло. Именно к нему и повернул луч от фонаря Семена, а потом он уверенно зашел в единственный подъезд. Я последовал за одноклассником в темный провал заброшенного дома. Адреналин будоражил кровь. С одной стороны, то, что возможно некоторое время не придется платить за траву и, соответственно, не работать, грело душу. Но с другой я переживал. Оказаться не пойми где в компании психически нездорового одноклассника немного пугало. Но я был начеку. Попытаясь он что-то выкинуть, я легко его вырублю, ибо Семен на вид остался таким же тощим хлюпиком, каким был в школе. «Теперь осторожно, тут ступеньки», – предупредил Семен, уверенно шагая вверх. Я достал свой мобильник и, включив фонарик, последовал за ним. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в заброшенную квартиру и прошли к самой дальней комнате. Свет от телефонного фонаря то и дело выхватывал из темноты куски разрухи. Все, что можно было сломать и раскидать, тут было сломано и раскидано. Окна в этой комнате были выбиты, а на стенах с ободранными и истлевшими обоями были странные вмятины. «Давай сюда», – полушепотом позвал Семен, отвлекая меня от созерцания унылой картины. Убирая телефон в задний карман, я подошел к нему и луч света выхватил из темноты кусок бетона, подпирающего дверь комнаты. Семен деловито установил фонарь так, чтобы свет от него подсвечивал валун. Мы с ним вместе налегли, и бетон легко откатился. Я потянул дверь на себя. Я за фонарем, дыхнул на меня перегаром Семен, и отвернулся, подавляя очередной приступ тошноты. Открыв дверь, я вгляделся в темноту. Здесь она была не абсолютно, из-за луны, светящей в разбитый проем окна. Я смело шагнул внутрь, чуя добычу. Звук заклопывающейся двери прозвучал, как гром в полной тишине. Мое сердце ушло в пятки. Ах ты, гад! Я дернулся обратно. Этот дрищ чем-то подпер дверь. Злость накатила волной, но я тут же успокоился. Он решил меня запереть. А в чем смысл? Окно-то открыто, да и высота второго этажа не смертельная. Я приободрился. Ты псих, долбанный. Я сейчас выберусь отсюда и молись, чтобы я тебя не нашел. Пригрозил я закрытых двери и двинулся к светлому квадрату окна. Шум из темного угла, куда не падал свет луны, был таким отчетливым, что я замер на месте. Показалось? Но шорох повторился. Там явно кто-то был. Трясущимися руками я достал телефон, включил фонарь и направил луч в стену слева. Дальний угол был черным, словно кто-то выплеснул туда бочку со смолой. Темнота неестественно мерцала и переливалась. Из нее вытягивались темные отростки и тянулись по стене, пульсируя и обвивая комнату черной паутиной. Что за хрень? Спросила сам у себя. Разглядывая это, пятился назад, пока не уперся спиной в дверь, так что оступать дальше было некуда. А тем временем в дрожащем луче света из мрака в углу что-то заурчало, захрюкало, а по комнате разнесся запах тухлятины. Как завороженный я наблюдал, как из тьмы с противным чавканем что-то выползало. Сначала показались длинные суставчатые ноги, а на себе они тянули нечто бесформенное. Два огромных желтых глаза открылись на этой груди чего-то, отдаленно напоминающего человеческое лицо, соединенное с телом без шеи. И эти два блюдца уставились прямо на меня. Я перестал дышать. Увидев меня, оно открыло пасть, полную острых зубов, покрытых слизью и кровью, а после хлюпнуло и вывалило наружу толстый черный язык. Меня обдало зловонным дыханием. Монстр, хлюпая и тяжело дыша, начал ползти ко мне, подтягивая свое тело множеством узловатых палок конечностей. Это было нереально мерзко. Я наконец оторвал взгляд от этого жуткого зрелища. Развернувшись, стал барабанить по двери, что есть мочи. «Семен, открой! Тут какая-то чертовщина!» – орал я, стараясь не оглядываться. «Я уже был готов все простить этому уроду». «Я знаю». На удивление спокойный голос Семена подействовал на меня, как ушат с холодной водой. «Какой же я дурак». Я только сейчас понял, с чего однокласснику, над которым издевались, приглашать обидчика делиться находкой. Это нелогично и глупо. Как я сразу не понял. Это все было заранее продумано, а я попался на крючок, как безмозглая рыба. Нет никакого схрона, это мерзкая ловушка. «Ах ты псих, ты труп! Понял? Я тебя сам удавлю, как выберусь! Ублюдок прыщавый!» – орал я, сбивая кулаки в кровь. А за спиной монстр буквально дышал мне в затылок. Я слышал его нетерпеливый рокот, но обернуться не мог. Боялся сойти с ума. «Вот и, Игорь, веришь в карму?» – спокойно спросил мне Семен. Его голос из-за двери звучал глухо и безразлично. «Что ты несешь, урод? Открой дверь! Меня сейчас сожрут!» – почти визжал я, теряя рассудок от страха. «Вот и я не верю. Если бы она была, вас бы уже наказали. А так ты и твои дружки жили, гадили дальше. Все вам сходило с рук. Это несправедливо, понимаешь? Вы ведь мне жизнь сломали, а не только руку». Голос его звучал до жути спокойно и равнодушно. «Но высшие силы послали мне Игоречка, представляешь? Я назвал его в честь тебя. Ты тоже монстр, только не снаружи, а внутри», – продолжал Семен. «Гоша и Олег уже познакомились с Игоречком. Им он не понравился, а ему они очень». Из-за двери донесся сумасшедший смех, полный безумия. «Вот почему ребята не брали трубку», – с ужасом подумал я. «И по делам, Игорь, все по делам. Олег стал алкоголиком, Гоша – семейным тираном, жена из-за него повесилась, довел ее урод. А ты наркоман и бездельник», – продолжал свой безумный монолог одноклассник. «Я за вами уже давно пристально слежу, все знаю. Нет смысла в ваших жалких жизнях». До меня окончательно дошло. Этот уродец ничего не забыл. Он все эти годы вынашивал план мести и основательно подготовился к ней. И главное, какой изощренный способ отомстить нашел, разум отказывался верить в происходящее. «У меня есть смысл, Семен, есть!» Я судорожно вспоминал свою жизнь, правда гордиться нечем. «Ну прости меня, прости! Я не понимал, что творю!» – умолял я. «Нет, нет, я тебя уверяю. О твоем исчезновении особо никто не будет горевать», – уверял меня одноклассник. «За все надо платить, Игорь. За все!» Что-то кольнуло в лодыжку. Я вскрикнул, еще сильнее прижимаясь к двери. Тварь попыталась дотянуться до меня одной из своих конечностей и пока промахнулась. Ногу жгло, а воображение рисовало картину, как она стояла рядом, примеряя на меня пасть. «Я буду отцом, Семен, слышишь? Я стану папой!» – хватался я за любую возможность выжить. Несколько мучительных секунд стояла тишина. «Не обманывай!» – послышалось наконец из-за двери. Я почувствовал дрожь в голосе Семена. «Это правда!» – глотая слезы, кричал я. «Миланка поэтому и ушла от меня, посчитала, что я буду плохим отцом!» Я уже не долбил в дверь, просто прижимался к ней и молился. «Но я исправлюсь, обещаю тебе! Ребенок же не виноват! Я хочу воспитать достойного сына, Семен! Ведь у меня не было отца, может, поэтому и был таким жестоким!» Я нес полную чушь, отец у меня был замечательный человек. Рядом что-то просвистело, и я, дернувшись, уронил телефон. Фонарик погас, и я остался один на один в темноте с монстром. От ужаса и страха подструился по лицу, умирать так не хотелось. Вдруг дверь открылась, и меня буквально выдернули из комнаты. От неожиданности я повалился прямо на Семена. «Слезь с меня! Надо убираться отсюда!» – истерично завопил одноклассник, ерзая подо мной. Не веря неожиданному спасению, я быстро подскочил на ноги, и не сговариваясь, мы бросились прочь. За спиной раздался продолжительный вой монстра, от которого я вновь начал обливаться холодным потом. Тварь почувствовала, что теряет добычу. Семен бежал, подсвечивая дорогу фонарем. Но, несмотря на это, я, несколько раз запнувшись о мусор, чудом не упал. Когда мы выбежали из злосчастной квартиры и миновали общий коридор, за спиной со звоном разбилось стекло. Мы остановились, как вкопанные, и оглянулись. Из-за порога показались суставчатые ноги, а за ними и морда с бешеными глазами. В свете от фонаря Семена я отчетливо видел в них яростное желание поскорее добраться до нас. Тварь в нетерпении извивалась и урчала, подтягивая свое червеобразное тело в нашу сторону. Сейчас, понимая, что добыча ускользает, она была намного шустрее, чем там, в комнате, и стремительно приближалась к нам. «Оно ни разу не выползало в коридор», – в ужасе зашептал Семен, не отрывая взгляда от монстра. Ответить я не успел. Тварь, разину в пасть, вдруг вывалила язык. Протянувшись через весь коридор, он выбил из рук Семена фонарь, который отлетел, ударившись о стену и погас, погружая нас в мрак. «Я умирать не собираюсь!» Развернувшись, я схватил Семена за грудки. Он выпучил на меня свои глаза. «Ты чего?» – пискнул он. «Семен, ты же как жил мудаком и терпил, и так ими помрешь!» – сказал я, и прежде чем тот сообразил, толкнул его в объятия тезки. Сам же побежал к лестнице. Кубарем, скатившись по ступенькам, оказался на первом этаже. За спиной раздался дикий вопль Семена, звуки рвущейся плоти и довольное чавканье. Оборачиваться я не стал. Выбив дверь подъезда, висящую на одной ржавой петле, я выскочил на улицу и, не сбавляя скорости, помчался прочь от этого ужаса. «Чертов Семен! Я теперь верю в карму!» – думал я, стоя перед знакомой дверью. С того дня, как скормил Игоречку одноклассника, прошла неделя. Семь новых жертв, уже моих врагов, тварь села с огромным удовольствием. А вот барыга, которого я хотел так же проучить, оказался умнее и переиграл меня. Двое верзил скрутили меня возле подъезда, когда я завел туда Влада, под видом отдать деньги из заначки, и долго били по лицу, пока я не раскололся и не выложил все про Игорька. Сам барыга пыхтя откатил бетонную плиту и потянулся к ручке. Из затреснувшей двери послышалось довольное урчание. Узнал меня Игоречек.